Мероприятие, которое пройдет 9 октября в Темрюкском районе, итоговое. В нем примут участие фронтовики, труженики тыла, те, кто прошел оккупацию. К тому моменту, 75 лет назад, последние немецкие части отступили в Крым. Его еще предстояло отбить. Впереди была большая победа, но на тот момент была освобождена одна из главных житниц страны. Ребята, октября – это наш краевой день победы. Давайте с каким-то размахом, с долгим уважением и по настоящим большим праздникам отметим этот день. Я уверен и убежден, что мы пройдем этот праздник на высочайшем уровне с точки зрения безопасности и с точки зрения качества мероприятий, которые пройдут. И праздник по-настоящему получится праздник. Юрий Поляков рассказал губернатору и участникам совещания о том, что уже сделано. Полевые орудия заняли позиции на двух углах сквера боевой славы. 45-ки выручали в годы, когда в советской армии был дефицит артиллерии, а также когда требовалась мобильность. Глава муниципалитета особо отметил, что до этого там были торговые точки, что явно не соответствовало месту. ДОТ в сквере имени Гудовича, построенный советскими войсками для обороны Анапы в 1942 году, обозначат специальной табличкой. А в центре села Супсех завершается строительство нового сквера. Его важным элементом станет воинский мемориал. На Симферопольском шоссе также с нуля создается музей военной техники, рассчитанный на 10 мест. В ближайшее время там появится самолет, бронетранспортер и артиллерийское орудие. В Анапу советские войска вошли 21 сентября 1943 года, а уже на следующий день полностью взяли город под контроль. На эти дни в городе и сельских округах запланировано около 100 мероприятий. Город воинской славы Анапа просто обязан провести все мероприятия к юбилею освобождения Губани Анапы от немецко-фашистских захватчиков на самом высоком уровне. И мы обязательно это сделаем. Задействуем лучшие творческие коллективы, общественность, молодежные организации. Всего в городе и в сельских округах планируем провести свыше 100 мероприятий. Ни один ветеран не будет забыть. Будем честовать наших героев. В муниципалитете более 80 памятников военной истории. За два года отремонтировали 18, еще 17 заявили в специальной государственной программе по линии Министерства обороны. Юрий Поляков поручил подчиненным узнать о том, какая помощь необходима ветеранам Великой Отечественной войны. Их в городе-курорте 86. В ближайшее время глава муниципалитета соберет заседание оргкомитета по празднованию юбилея освобождения региона. Александр Ребека Михаил Григорьев. Анапа. Регион.